нормально да так звук проверим а то у нас всякие какие-то странности происходят звука нормально меня слышно там люди уже есть ну вот товарищи скажите все слышно все хорошо ну во первых здравствуйте здравствуйте товарищи вот прошлое мы пропустили пятница потому что семинар был на другую тему но в догонку тому семинару я хочу все таки ответить на всякие вопросы которые возникают у людей уже их он копилось очень много первое что я хочу сказать я всегда говорила и говорю что путь эволюции это не путь усеянный розами и мимозами скорее всего он больше усеян шипами путь эволюции это очень трудный путь и для того чтобы эволюционировать для того чтобы развиваться нужно трудиться нужно обязательно познавать нужны эти знания осуществлять и по мере того как мы продвигаемся с вами по пути эволюции у нас и обстоятельства будут меняться некоторые люди как я уже поняла принимают знак принимают защиту как абсолютную абсолютной защиты вообще нет я уже говорила об этом что абсолютной защиты нет и быть не может скажем так что вот сейчас на трехдневном семинаре я сделала классификацию темных сил и в общем то показала что и вам могу тоже всем рассказать о том что темная сила это не только черные иерархии не только эти черти которые там где-то кишмя кишат но темная энергия темная сила она существует во всем и что самое интересное она существует в нас самих это наша отрицательная карма это наше невежество это наши затемненные характерные качества поэтому а потом ведь мы живем с вами в такой воронке эта воронка называется сансары это наш наш быт наша жизнь и эта воронка она засасывает все наши жизнь все наши жизненные силы она просто их утягивает и потом же мы ветер приходим в этот мир не ангелы чистые вот знаете говорят как в христианстве говорят ребеночка это маленький ребеночек младенец ангелочек вот ангелочек родился а почему тогда эти ангелочки рождаются уже с какими-то врожденными болезнями почему эти ангелочки они же вроде безгрешные они рождаются с кто-то с хорошей судьбой а кто-то с очень плохой судьбой почему так происходит потому что человек в рождениях набирает груз мы рождаемся уже с определенным мы рождаемся уже с определенным грузом кармическим грузом рождаемся в этот мир и у каждого этот груз разный и иногда человек рождается такой вот но с таким горбом этого груза но когда он рождается мало того что мы приходим в этот мир со своим собственным грузом, то есть со своей собственной кармой. Мы с вами получаем карму рода. Вот мы об этом поговорим особо. Это очень интересная тема. Карму народа. Мы получаем карму государства, в котором живем. Мы получаем карму вообще цивилизации. Той цивилизации, которая существует на планете. А в чем это выражается? А в чем выражается карма рода? Карма рода выражается прежде всего в наших генетических болезнях. Вы знаете, еще раз я хочу сказать, что существует ошибочное направление. Это направление развил Лазарев в своей книге «Диагностика кармы». Когда я почитала эту книгу, мне сразу вспомнился замечательный фильм «Обыкновенное чудо» Захарова, где Леонов, играющий царя, объясняет, все свои пороки. То есть, вот то, что он хотел отравить кого-то. Это там бабушка-отравительница у него была. Там дедушка какой-то был там еще. Но может быть характерные качества. И правильно, мы получаем действительно так. Характерные качества, которые мы получаем с вами при рождении, они могут быть действительно наследием наших родов. Действительно могут быть наследием наших родов. потому что они вырабатываются в течение жизни, в течение всех процессов жизни. Они передаются по наследству. Поэтому очень может быть, что вот то, что мы имеем какой-то определенный характер, это может быть родовой характер. Кстати, родовой характер определяется очень часто фамилией. Знаете, иногда бывает так, что вот фамилия же как-то по роду передается обычно, по мужскому роду передается. Но, тем не менее, действительно очень часто характер передается фамилией. А потому что, что такое фамилия? Фамилия – это кличка, которую прадеды, прапрапрапрадеды получили в свое время от народа, от окружающих. То есть это определяло их качественность какую-то. Эта качественность определилась вот кличку. И потом это стало фамилией. Так вот и идут фамилии. Ну, могут, конечно, фамилии идти еще и от местности, в которой живут, от названия деревни, в которой они живут. Есть деревни, где все на одну почти фамилию. Ну, это уже такие родовые деревни. Сейчас, наверное, таких и не сохранилось уже. Но, тем не менее, то, что мы получаем, ту карму, которую мы получаем от рода, она прежде всего у нас зиждется в наших характерных качествах, в нашем характере, а также в наших особенностях нашего биологического кольца. В особенностях биокольца. А вот течение жизни, обстоятельства, которые к нам приходят, это уже наша карма собственная, которую мы наработали и которая нам дается судьбой. И, собственно, как мы уже на эту тему часто говорили, мы получаем судьбу, мы получаем весь, так сказать, проект нашей жизни от учителя, от ведущего до рождения. До рождения согласно градику нашей кармы, что такое градик, напомню, это разница потенциалов положительной кармы и отрицательной. Еще раз напомню, положительная карма у нас находится там в импульсном кольце, это в поле разума, в сущих, это положительная карма, она отфильтровывается, а в конце жизни, когда человек уходит, она отфильтровывается с сердечной чашей и формируется вот в сущие. А то, что сердечная чаша не пропустила, это отрицательная карма, она уходит в кармический хвост. И этот кармический хвост потом, когда нас подключают к эмбриону в три месяца, она уходит, этот кармический хвост по психологической схеме опускается до Муладхары и находится в процессе жизни именно там. И, конечно же, на наше мышление влияет и та карма, и другая карма, и положительная карма, и отрицательная карма. Так вот, когда люди получают знак, и вот я говорю всегда, да, это знак, вот это та защитная сила, которую мы даем, она действительно защищает, она очень хорошо защищает, но у некоторых людей начинают происходить в связи с этим всякие не очень приятные вещи в обстоятельствах. И мне задают такие вопросы, вот почему я вот именно этот знак получила или получила, а у меня вот пошли такие, такие, такие неприятности. причем такие, знаете, иногда с претензией, обращаются именно с претензией, но я и не обещала, что вы вдруг разбогатеете, или вдруг там у женщины принц какой-нибудь нарисуется, или король, я такого и не обещала, у каждого все равно все идет по его кармии, я только обещала защиту от темных сил, и даже не обещала, нет, защиту-то обещала от темных сил, но я не могу обещать успехи в эволюции, потому что этот человек добывает сам своим трудом, и он сам уже от его, от того, как он идет, зависит. Этот знак, он раскрывает, он, собственно, ограничивает темное начало, и если у вас случаются всякие неприятности, этот знак ограничивает ваше темное начало внутри вас, поэтому здесь надо задуматься, а что именно, какие характерные качества у меня, какие у меня качества дают такую реакцию этого знака, почему он меня ограничивает. Или, например, у человека начинает, он говорит, вот я там медитирую, я набираю энергии, у меня начинает ломаться электричество, у меня там вышибают пробки. Это говорит о том, что в человеке развивается необузданная сила, и эта сила не светлая, а сила агрессивная. И эта агрессивная сила, она проявляется обязательно. Вот у нас был случай, была у нас одна девушка, она водила машину, и мы с ней часто ездили. Ей очень не нравилась еще одна женщина, ей не нравилось. И когда эта женщина вдруг получалось так, что ей приходилось ее везти, у нее обязательно ломалась машина, причем так ломалась. Вот и она нам стала говорить, вот видите, как она сядет, у меня ломается машина. Но мне пришлось сказать неприятную вещь этой девушке, я ей сказала, а ты не подумала о том, что ты едешь, ты раздражаешься, машина закрыта знаками, ты сама сидишь со знаком, следовательно, твое раздражение на эту женщину не может полететь в эту женщину, ты не можешь ей причинить вред, следовательно, раздражение твое разряжается на металл и машина ломается. Поэтому вы следите, пожалуйста, за собой, товарищи, это я говорю к тому, что мне уже несколько людей задали такие вопросы, почему у них начинают пробки лететь, почему у них там выбивают холодильники летят, там электроприборы всякие, вы, пожалуйста, если вы имеете такую силу, не прикасайтесь к ним в раздраженном состоянии, прикасайтесь к хорошим, доброжелательным, себя настроите на хороший лад, у вас ничего ломаться не будет. Я не скажу, что я человек очень слабый, но почему-то не ломаю никаких предметов, потому что я укоротила себе вот эту необузданную силу, спокойно обращаюсь со всеми электроприборами и даже телефон не ломается у меня, ну, если только по нему не начинают работать какие-то другие силы. Так что есть у нас очень-очень хороший постулат, правило, аксиома, ищите ошибки в себе. Если вы взяли знак, если у вас происходят всякие неприятные вещи, поищите ошибки в себе. Вы знаете, я уже говорила на эту тему, что очень многие люди не понимают, они не хотят анализировать себя, свое состояние, так сказать, ну, свои качества. Я же говорю, говорила, что вот приходят иногда ко мне люди, на них точно наведена порча. Порча, это, знаете, это такая программа, чужая программа, которая наводится на человека. У нас, когда мы занимались, когда мы изучали энергоинформационный объем в природе, у нас это академия была энергоинформационных наук, даже у нас было специальное направление изучения деревенской магии. Раз она работает, эта магия, значит, она не просто так работает, значит, там есть сила и что именно приводит в движение ее. Но магия, вы знаете, что такое магия, это информационное воздействие на окружающих, то есть информационное видоизменение среды или природы или еще чего-нибудь в данном направлении, в нужном направлении. Поэтому черная магия или белая магия зависит от того, какие стимулы у мага, то есть у того, кто эту магию применяет. Поэтому атака это просто закон, это закон, энергоинформационный закон в природе. Поэтому вот приходят люди и мне начинают говорить, ну вот, ну что вот я, кому я сделала зло, почему на меня вот эту вот навели эту, я же вот такая добрая, и вот начинает себя расхваливать, что и добрая, никому-то плохого не делала. Ну, нельзя же так себе идеализировать, товарищи, ну, всегда мы где-то добрые, а где-то у нас рождаются мысли и не очень добрые. Будьте внимательны к себе, смотрите за собой, следите за собой. И самое главное, еще одно есть правило, прежде чем, чем критически относиться к окружающим, научитесь критически относиться к себе, потому что мы всегда к себе относимся не критически. А если критически начинаем относиться, то тут уже начинается вообще война с самим собой. А здесь опять тоже учитель говорит, уничижение себя равно самовозвеличению. Поэтому держитесь с золотой середины. Вот тут недавно на одном из семинаров человек предложил разбирать характерные свои качества, вот начинать перед собой держать, наоборот. Вы знаете, вот у нас какое правило, например, наоборот, что силу всех логических взаимосвязей определяет внимание, возможности и сознание. Характерные качества определяют наше внимание, и они же его переключают. То есть в зависимости от того, какую силу мы им даем, то есть когда мы с вами что-нибудь рассматриваем, то нам интересно только то, что определяет наши характерные качества. А то, что характерные качества не определяют, нам неинтересно. поэтому весь наш интерес определяет характерные качества. Поэтому следите за своими интересами, куда они у вас направлены, вот тут-то вы себя поймаете и увидите, какие у вас характерные качества, потому что именно они определяют внимание. А сила характерных качеств определяет синтез информации, то есть информация, которая идет к импульсному кальцу, к разуму именно, и от него на сознание. То есть мы получили информацию, информацию этот разум у нас обработал, послал на сознание, а характерные качества уже дают силу этой информации. И работа этой информации зависит уже в нашем сознании от той силы, которую дало характерное качество. Поэтому бывает так, что информация может быть и, знаете, там ничего не стоит, но характерное качество может ей придать такую силу, что человек из пустяков из-за пустяков может такое натворить, потому что у него в сознании эта ничтожная информация в силу характерных качеств приобрела силу чуть не атомной бомбы. и когда проходит вот этот аффект, аффект проходит, человек успокаивается, и когда ему доносят разумные люди, что он из-за чего вот такое совершил, и вот он тогда только понимает, что действительно все это не стоило такого выброса энергии, таких разрушений вокруг. Поэтому обязательно контролируйте себя и свое так сказать состояние, свое эмоциональное состояние. Вот. А ослабляем мы инстинкты, вот как некоторые говорят, а как с этими инстинктами бороться? С ними не надо бороться. Инстинкты это как раз то, что связывает нас с этим миром. И бороться с инстинктами не надо, но ослаблять их надо. Они должны находиться на своем месте и выражаться всеобщим множеством в полную гармонию. А мы можем только их ослаблять. А как ослаблять? Не давать на них внимания. То есть если вы не даете внимания на инстинкты, они постепенно ослабляются, ослабляются и становятся на свое место и не мешают уже жить. Вот. Так что еще хочу обратить ваше внимание на то, что действительно если у нас происходит вокруг такое, что взрываются какие-то предметы, ломается все, это от того, что у нас агрессивная, необузданная сила в природе. Значит, есть чем работать, значит, надо обуздывать эту силу, надо работать с этой силой и все будет хорошо. То есть путь революции это тяжелый путь. Путь в первую очередь работы с собой, видоизменения себя, видоизменения своей природы. и скажем вот если у вас идут неприятности после того, как вы получили знак, это не значит, что этот знак делает вам эти неприятности. Просто у вас идет обострение кармических обстоятельств. И вы быстрее раскручиваете эту карму. То есть то, что к вам пришло бы через какое-то определенное время, но с большей силой пришло, оно приходит к вам сейчас. Она не накапливается, карма. Что хорошо, когда вы носите этот знак, вы не накапливаете карму. Она сразу же вот вы совершили и получили, совершили и получили. Поэтому если вы получили, смотрите, что, почему, за что вы получили. Это же очень хорошо, вы еще не ушли далеко от события, вы можете его проанализировать правильно и исправить. А вот когда карма проходит большой круг, она возвращается как снежный ком, наберя на себя из этой действительности огромный минус, и когда вы даже уже этого бумеранга не узнаете, вот это плохо. Поэтому знак дает такое преимущество. И если вдруг сразу пошли неприятности, то это значит, смотрите, что-то вы делаете не так, где-то идут какие-то кармические ситуации, которые вы неправильно разрешаете, их надо правильно разрешить. Я не могу, конечно, каждый конкретный случай пояснить, от того, что вы сами должны пояснить, но механику вот я вам говорю. И еще, что если вы взяли этот знак, и если вы хотите защищаться, то все-таки я советую перестать есть кровавую пищу. Нет, конечно, если человек не может бросить, он, конечно, ест, но просто этот знак будет все равно ограничивать как-то человека, ведь человек не должен убивать животных, то есть человек, если имеет знак, он не должен ходить и охотиться, понимаете, на охоту ходить. у меня такие были случаи, я людям говорила, что если вы охотитесь, то лучше знак не берите, потому что бессмысленное убийство животных это карма, это карма по высшему закону, вы убиваете животное, вы уничтожаете жизнь, вы разрушаете божьетворение, причем бессмысленно, если это делается для того, чтобы спасти свою жизнь, это одно, это совсем даже другое, а если это делается из удовольствия просто, чтобы убить, то вот тогда точно человек тоже получает карму, я это предупреждаю, да, знак действительно ограничивает зло всякое, и наше собственное, и вокруг нас, поэтому когда знак получают люди уже навешанные, добрые, как-то так у них все ровно проходит и без эксцессов, а люди эмоциональные, вспыльчивые, люди с такой вот неуравновешенной энергией, у них могут случаться всякие казусы, конечно, но они тоже не смертельные, это просто дает возможность человеку задуматься и начать работу с собой, вот, и мне еще хотелось бы разъяснить все-таки вопросы кармы, которые люди не понимают, потому как они задают мне такие вопросы, это значит они не понимают, вот смотрите, например, мне задал вопрос человек, значит, вот, вот, он жалуется на то, что дети у него уже взрослые, но существуют проблемы с потомством, старший сын никак не может жениться, не найти себе пару, но узнаете сейчас, это очень трудно сделать, ну, так скажем, штампы, они очень быстро сходятся, расходятся, это проблем не вызывает, а если человек думающий какой-нибудь, если человек действительно душой и образованный, то, конечно, пару всегда найти трудно, потому что сейчас, и даже понимаете, почему сейчас проблема родителей с детьми возникла, потому что дети живут своей жизнью и их воспитывает эта действительность, у нас поменялось обучение в школе, у нас поменялся менталитет, и сейчас, вот, ну, я вот не представляю себе, чтобы в моей юности, вот, мы шли со школы, девочки, и чтобы мы матерились, мы вообще, вообще матом не ругались никто, за матершину, простите, если кто-то матом в общественном месте поругался, его тут же милиционер подходит, его штрафуют, его выводят, и штрафуют, а сейчас мат идет прямо, простите, со сцены, с экрана телевизора, это нормально, я никогда не забуду свой шок, в конце 90-х годов тут рядом с нашей квартирой школа, иду домой с метро, выхожу, ну, подхожу уже к школе, идет стайка девочек, девочек, сплошной мат, это было настолько ужасно, и что ужасно, им замечания ты даже не сделаешь, потому что они этим матом обложат и тебя, и вот понимаете, ну, какая может быть здесь, ну, одно из, но дети вообще, вообще считается, что есть тоже такой постулат, дети лицо родителей, какие родители, такие дети, а если родители, значит, дома тоже матом ругаются, и тоже, наверное, живут, тем более, что все люди с 90-х годов настолько опустились, что духовность ушла на второй план, а самое главное это было делать деньги, цинизм перешел все границы, то есть минус нашей сансары увеличивается, увеличивается и увеличивается, и дети варятся в этой сансаре, они живут там, они между собой общаются, и для них родители, конечно, становятся чужими, родители ничего не могут уже сделать с такими детьми, и что здесь уже говорить о какой-то родовой карме, это уже карма народа, это уже карма цивилизации, поэтому проблемы с детьми это серьезные проблемы, и, конечно, они кармические, но, значит, не смогли мы правильно своих детей воспитать, если они отдаляются от нас, они хотят понимать нас, значит, мы допустили ошибку в воспитании, значит, нас все-таки вот эта действительность, она оказалась сильнее, сансара оказалась сильнее нас, и наши дети от нас вот так отдалились, вот, ну вот, человек говорит, что у него, у него нет внуков, то есть старший сын не может родиться, а у дочери с мужем вот такие проблемы, что детей нет, и вот вам вопрос в силу этого, он говорит, это проблемы с потомством, мне как кармический запрет, спрашивает он, если обобщить ситуацию или проявление какого-то магического воздействия, например, моей бабушке по отцу, ну, я не знаю, если эта бабушка по отцу занималась каким-нибудь колдовством, то тогда может быть и от нее сброс, конечно, может быть сброс, вот, но эта ситуация сейчас у многих, потом, вот смотрите, сейчас какие продукты мы едим, генномодифицированные продукты тоже приводят к бесплодию, я хочу сказать, я хочу сказать, что до 90-х годов и до даже еще в начале 90-х годов я очень легко работала, когда возвращала людям способность рождать, то есть очень многие пары, которые ко мне приходили, не имели детей, они благополучно рожали, потом и еще и рожали, и рожали, вот, вот, в этом веке меня очень плохо, это почти не получается, я почти не могу сделать этого, потому что я начинаю работать и вижу, что идут уже генные изменения, а что я могу сделать? Генные изменения, я не Господь Бог, я не вмешиваюсь в генетику, то есть вот это Монсана или как там ее проклятую организацию, которая у нас семена генномодифицированные в стране делает, она делает свое дело, генномодифицированные продукты действительно приводят к бесплодию, но сейчас еще и вопрос с вакцинацией тоже стоит, неизвестно, что будет с теми, кого вакцинировали, вот, я, конечно, понимаю, что, наверное, я этот вопрос запретный поднимаю и, может быть, даже и рискую, но правду-то я не могу не сказать, вот, поэтому здесь уже я, это можно объяснить не личной кармой, не личной кармой, а кармой человечества, это можно объяснить кармой человечества, вот, так что в наших неудачах виноваты, ну, может, конечно, косвенно где-то играют роли бабушки и дедушки, как пишет в диагностике карма Лазарев, но на самом деле наша судьба пишется ведущими и конечно, родовая карма учитывается, но родовая карма проявляется только в биокальция и в наших, так сказать, характерных качествах, наших характерных качествах, каких-то, так сказать, вот, генетических особенностях организмов, вот. Еще раз хочу напомнить, как мыслим, как мы мыслим, как человек мыслит, чтобы знать все-таки, что мы мыслим не не мозгом, хотя мозг участвует в мыслительной работе обязательно, потому что мозг это компьютер, который обрабатывает информацию, которую мы получаем. В принципе, все, что нас окружает, каждая форма, она имеет смысл, все наполнено смыслом, но каждый человек этот смысл преломляет своим сознанием, и в результате получает извращение истины. Человек встречается с формой. Форма дает ему информацию на кольцо сознания, проецируясь в нем. И в зависимости природы и состояния сознания человек облекает эту форму в силовые соотношения и реагирует уже не на ту форму, которая стоит перед ним, а на спроецированную. В результате получает ложную информацию, которая действует на него своими ложными силовыми соотношениями. Ну, проще, как можно сказать, вот вы встречаетесь с человеком, вы видите этого человека, вы видите только форму, вы суть его не видите. А как определить суть человека? Я вот в свое время интересовалась, спрашивала учителя, как определить суть человека. Ну, вот я вижу человека, иногда человек, знаете, смотрит настолько благообразно, смотрит он так вот по-доброму, и не заподождишь коварства в этом человеке. А для того, чтобы человека раскрыть, нужно отрешиться от своего восприятия, от реакции на этого человека, нужно посмотреть не субъективно, объективно на него, и поговорить. Вы знаете, человек очень легко себя выражает. Когда вы начинаете говорить с человеком, он раскрывается, и когда он раскрывается, вы вполне можете уже увидеть, кто перед вами стоит. Человек ведь, любой человек, он всегда хочет высказаться сам. Поэтому, когда люди встречаются, они перебивают друг друга, они друг к другу начинают чего-то говорить, говорить, и каждый уже слышит только себя, почти не слышит другого, и им кажется, что у них такое взаимопонимание, что они даже пришли к какому-то уже консенсусу, они уже все решили, а потом, когда встречаются, выясняется, что ничего они не поняли. И сделали все не так, как они собирались сделать, каждый сделал по-своему. Почему? Потому что каждый слушал себя. Так что надо научиться слушать других, надо научиться слушать других, слушать другую природу, тогда вам картина будет яснее, вы будете легче тогда уже определять других людей. Вот. Потому что потому что вы тогда будете не сами облекать свой смысл природу, стоящую перед вами, или то, что вы увидите, а будете уже объективно стараться познать, что же все-таки перед вами находится, и видеть истину этого явления или природы. Вот. какой же здесь должен быть тренинг? Правильно направлять свое внимание. Надо научиться правильно направлять внимание. Что такое внимание? Внимание это такая узконаправленная труба силы, которая идет от разума. Разум как бы ощупывает эту действительность и информацию несет уже, то есть получает обратно информацию об этой действительности. Это внимание. И от силы внимания зависит уже память, насколько вы проявили внимание к тому или иному явлению. Вот. Но по мере того, как вы направляете свое внимание, нужно усиливать логическую взаимосвязь. А что такое усиливать логическую взаимосвязь? Включать логику. А логика это что? Логика состоит из силовых узлов нашего опыта. И мы уже с помощью этого можем осмысливать то, что мы видим перед собой, на что мы направили внимание. Вот. Осмысливая то, на что обратил внимание, сказать себе, я должен запомнить это надолго. таким образом у вас это откладывается в памяти, но вы в любой момент сможете это вытащить, потому что вы задали такую программу. Вы задали такую программу, и мозг тогда, мозг же это компьютер, тогда он вам отыщет нужную информацию достаточно быстро. если вы направили внимание, включили логическую взаимосвязь, осмыслили все там, как есть, и приказали своему сознанию это запомнить надолго, и тогда вы действительно сможете вытащить это в любой момент для того, чтобы или дополнить информацию об этом, или еще раз осмыслить. Вот. Поэтому нужно учиться соединять воедино внимание, осознание и логику. Вот. Для того, чтобы правильно видеть действительность. Вот. Ну и еще я что хочу сказать ко всему, что я уже говорила. Может быть, я недостаточно осветила этот вопрос о том, что люди, когда берут знаки, пользуясь это как защитой, они еще и получают некоторые ограничения своих характерных качеств, некоторые ограничения тех темных сил, которые внутри них самих находятся. И поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, если у вас меняются обстоятельства не в лучшую сторону, ищите все-таки ошибки в себе, в своих действиях и пытайтесь все-таки критически в отношении рассматривать это обстоятельство. Значит, где-то вы что-то неправильно сделали, где-то вы совершили ошибку в своих действиях. И еще раз повторю, что если у вас происходит вот такое, что ломаются предметы и электрические и прочее, это значит работайте со своей энергетикой. Значит, ваша энергетика необузданна, неуправляема вами, она хаотично выстреливает, когда вы к чему-то прикасаетесь, когда накопилось. Поэтому нужно обязательно с собой работать. Значит, вы сильная природа, силовая природа, и это опасно даже для окружающих. это можно ведь разрушить не только технику или электрические электроприборы. Это же можно и человеку ударить, так ударить, что он заболеет, ему станет плохо. Поэтому а вы получите опять обратку. Вы обязательно получите, если вы в таком состоянии задели кого-то, если вы послали плохой импульс, и человек заболел, то придет обязательно бумеранг вернется. И вернется, конечно, каким-нибудь неприятным событием и чаще всего именно болезни какой-нибудь организма. Поэтому прислушивайтесь себе, контролируйте себя, не идеализируйте себя, но и не уничижайте. Постарайтесь все-таки отнестись к себе как друг, как в Хагвадгите сказано, каждый враг себе, друг себе каждый. Поэтому постарайтесь быть другом себе и постарайтесь все-таки сохранять уравновешенное состояние в своей природе. Как говорится, не выходите из себя. А если вышли, то недолго. И быстренько обратно заходите. Поэтому нужно очень следить за собой. Очень. Вот. Ну, конечно, все зависит от того, для чего человек принял знак. Принял знак его просто для того, чтобы защищаться, или принял для того, чтобы и защищаться, и идти в эволюцию. Конечно, второе, это труднее. Если вы приняли знак и идете в эволюцию, то будьте готовы к испытаниям. Испытания обязательно будут. Вы знаете, если монах просит Бога послать ему смирение, то, значит, он должен готовиться к каким-то таким очень сильным ситуациям, где ему придется отрабатывать это смирение. В принципе, что такое смирение? Я хочу напомнить вам, это очень интересное качество в человеке. Если его это качество понимать с позиции христианства, то смирение это унижение. Это когда ты вот унизился, вот смирение, смиренный ты такой идешь, такой смиренный весь. На самом деле смирение это очень хорошее качество. Смирение это умение быть на своем месте, чтобы выражаться всеобщим множеством, полную гармонию. Это значит правильно определять свой потенциал и потенциал действительности. Это правильно определять потенциал надвигающегося на тебя события и свой потенциал. не бить себя в грудь, не рвать рубашку на себе, не кричать там, вот я сейчас всех пойду и всех уложу, победю. На самом деле это умение быть на своем месте. то есть когда человек правильно определяет свой потенциал, потенциал действительности и потенциал события, в котором он находится. И это и есть смирение. То есть как говорят, говорили, моя бабушка во всяком случае мне всегда говорила в таких случаях не лезь на рожон. Не лезь на рожон, потому что ты же в неравных находишься отношениях с тем обстоятельством. И поэтому нужно, знаете, вот мы часто, вот, например, смотрите, мы очень часто сейчас, я на большом таком событии хочу показать пример, мы очень часто говорим, вот в 14-м году, почему мы в 14-м году не взяли бы и присоединили себе Донбасс и Луганск и все. Вы думаете, не стали бы их бомбить все эти годы? Стали бы. А мы были готовы к этому? Нет. Но вы знаете, 8 лет наше государство благодаря такой мудрой политике нашего правителя набрало столько сил, что мы в состоянии все-таки бороться с этим злом и теперь отстаивать наши рубежи. То есть, если у вас нет сил в каком-то, ну, аномалу можно перевести так, если у вас нет сил бороться с каким-то обстоятельством, отступите, наберите сил и тогда уже вступайте в это обстоятельство с полным набором сил. Вот, собственно, так и вот в этом смирение-то и заключается. Смирение именно заключается в том, что вы не выскакиваете с пирочином ножиком на вооруженного до зубов врага. вот. Так что вот мы с вами еще разобрали сегодня это хорошее качество смирения. Оно совершенно нам необходимо, потому что даже вот потому что по тем вопросам, которые звучали как претензии обращенным ко мне, почему с принятием знака вдруг идут какие-то неудачи и какие-то семейные там неполадки, но потом семейные. Вы же понимаете, вы взяли знак, вы закрыли знаками, скажем, свою квартиру, вы доступ темных сил прекратили, но ваши-то ваши вы же не наладили отношения со своими семьями, потому что смирения-то нет. Надо же правильно отнестись к своим родичам, к своим друзьям. Навязывать ничего не надо, надо только показывать, как вы покажете, если вы агрессивно воспринимаете этот мир, и у вас идут неприятности. Ваши друзья будут говорить, вот, смотри, ты взял знак, у тебя вон что пошло, да. Так и бывает, так и говорят, вот. Но зато, когда наступает какой-нибудь такой кармический мощный момент, вот у меня были часто такие случаи, когда и друзья быстренько просили знак, чтобы просили помощи. поэтому надо правильно действовать, надо не реагировать характерными своими качествами на обстоятельства, не нервничать от того, что не получается, как вы хотели, а может быть, вы хотели того, что и не дало бы вам хорошего чего-нибудь. Знаете, сколько так раз было. Вот, например, мы для того, чтобы мы, если какое-нибудь дело хотим совершить или что-нибудь получить, то мы как бы обращаемся к нашим учителям, к богам, к богу, говорим, мои желания твоя воля. И вы знаете, как интересно получается, если наше желание не сбылось, проходит некоторое время, происходят такие события, когда мы понимаем, что если бы это желание сбылось, то была бы большая неприятность. Поэтому, видите, иногда даже судьба, иногда ведущий даже отводит от этого. Вам кажется, что это неприятность, а на самом деле это может быть даже и не так уж плохо. Вот здесь опять нужно смирение. Здесь нужно смирение. Не все, что-то же не смертельно в конце концов, а одно обстоятельство, потом сменит другое обстоятельство. Вот. И не всегда в этих обстоятельствах виноват знак. Это может быть кармическая ситуация, которая необходима ей разрешиться. Она приходит и разрешается в свое время. Вот. Так что еще раз напомню, прежде чем критически относиться к окружающему, научитесь критически относиться к себе. Это самое главное правило в нашей жизни. Вот. И еще одно правило, очень хорошее правило, которое мы тоже используем в работе с собой. Все претензии исходят с позиции собственного эгоизма для себя. поэтому когда у человека много претензий, значит этот человек эгоистичен и все направляет до себя. Поэтому у него и претензии. Вот. Это очень хорошее правило. Тоже за 40 лет оно себя уже хорошо показало, оправдало. И мы уже это точно знаем, что действительно, что все претензии исходят с позиции собственного эгоизма для себя. И еще одно. Если двое ссорятся, виноваты оба. Вот. Это тоже замечательное правило. Ну, вот, может быть, вам не очень понравился такой расклад. Ну, по крайней мере, я хочу этим помочь вам, потому что беспристрастное мышление, объективное мышление, оно всегда приводит к положительному результату. Всегда. Вот. На этом мы с вами заканчиваем. До следующей пятницы, надеюсь, ясности вам в пути. местор